Привет, я Аня и ты на канале Magic Family и со мной тут мои пёзики, котики и другие животные. Я наконец-то вернулась из отпуска, а это значит, что ролики снова будут выходить часто и будет много новых видео. А если вы не в курсе, что я была на море, значит вы либо не подписаны на мой канал Animagic, либо вы не подписаны на наши инстаграмы и мой ВК. Так что подписывайтесь, чтобы знать всё, что происходит в нашей жизни, а также там скоро будут конкурсы. А сегодня я вот в такой вот шапочке банды, просто шапочки медведя у меня не было, потому что по вашим просьбам я снимаю ролик «Факты о спащённой собачке Мишке». Факты о покемоне Юмичу уже были, и если вы хотите факты о Софии, Эйвоне, Киске, Алиске или ещё ком-нибудь, то ставьте лайк этому видео. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, и мы начинаем! Миша породы Чихуахуа, и я назвала её Миша, потому что она похожа на маленького медведика. Почему-то некоторые думают, что это мужское имя, хотя очень многих девушек зовут Миша, например, Миша Бартон. И дома я её часто называю Мишанька или Мишка. Именно в честь неё я начала собирать коллекцию Мишкиных мишек. Её коричневый окрас называется шоколадный, но это молочный шоколад, не как у Юми. У Юми чуть тёмный шоколад. Многие путают Мишу и Юми, но приглядитесь, они совершенно не похожи. Некоторые почему-то думают, что мои собаки крупные, и когда встречают нас на улице, очень удивляются, какие же они маленькие. И Мишанька, наверное, самая маленькая из всех. Уже даже киса Алиса скоро её, наверное, перерастёт. Мишанька весит примерно 2 килограмма. Для тех, кто не в курсе, Мишу я не покупала специально, и мне её не дарили. Миша появилась у меня уже взрослой, когда я забрала её у хозяев, которые хотели её усыпить, к сожалению. Но сейчас Мишка вместе с нами, и она очень сильно из-за этого отличается по характеру от собак, которых воспитывала я сама с детства. Когда Миша попала ко мне, она уже была стерилизована, а это значит, она не может иметь детей. Но нам пришлось делать другую операцию Миши, так как её прооперировали неправильно, и рубец был слишком большой и причинял ей боль. Для каждого питомца я выбираю какой-нибудь личный цвет. И изначально у Мишани он был салатовый, но потом подписчики стали писать, что ей больше подходит красный, потом жёлтый, потом радужный. В итоге Мишане осталось без цвета. Так что напишите в комментариях, какой реально вы считаете цвет больше всего подходит Мишке. Ну и заодно можете написать, про что вы ещё хотите ролики, или проголосовать по просиках. Когда Мишанька только-только у меня появилась, она отказывалась есть всё, кроме самого дешёвого собачьего корма. И я не знала, чем её кормить. Но потом у нас у всех появился корм платинум, и она стала самой активной его фанаткой. Она его безумно полюбила, и может есть его всегда, первее всех бежит. Но оставался вопрос ещё с лакомствами, потому что она не знала, что такое лакомство, и даже не пыталась их попробовать. К лакомствам в итоге я её приучила, но сейчас вопрос дрессировки решается гораздо проще. Сначала я дрессировала её на корм, а теперь у платиновым появились крутые новинки. Это вот такие вот лакомства для собак. Именно не корм, а лакомства. Да, Мишаня, лакомства. Кисалисты не собака. Для больших собак это вот такие вот длинные палочки, чтобы при дрессировке они их прям откусывали. Эй, вон с юми уже хотят утащить. А для маленьких собак вот такие вот маленькие лакомства. Это не корм, ребята, подождите. Вот такие вот звёздочки, которыми очень удобно дрессировать собаку, потому что они именно маленькие такие, меньше, чем корм, на один укус. Да? Вот так вот. Мишаня уже утащила одну палочку, и там её ест. Мишань, это не еда, это лакомство. Да что ж такое-то? Да подождите вы, ну что ж такое-то, а? Это же вообще не вам. Вам вот эти вот маленькие вкусняшки. Я купила большие в подарок большим собачкам, а маленькие для своих. В общем, вкусы есть разные, ну и реакцию вы сами видите. Юми даже пытается защищать. Хватит. А ещё у Платинум появился вот такой вот очень крутой бальзам для кошек и собак. Я его тоже купила, он не дешёвый, потому что у него полностью натуральный состав. Натуральный пчелиный воск, оливковое масло холодного отжима и экстракты трав. Но я считаю, это того стоит. Мишань, зачем вы его лижете? Он же лечебный. Они решили, что это вкусняшка и её можно есть. И потому что он полностью натуральный, и мы можем пользоваться даже мы с вами. Он предназначен для ухода за кожей. Если, например, у кошечки или собачки зуд, воспаление, она чешется. Для ухода за подушечками лапы или за шрамами будем мазать Мишкин шрамик на животике. И вообще он помогает заживлять ранки, царапины, укусы, обеззараживает и увлажняет. По мне это очень полезная, крутая штука. Так что, если вам интересны ссылочки на новинки платинума лакомства и кремик, и вообще на корм, который мы уже давно кушаем, я оставлю там внизу в описании к видео. Так как ветеринарный паспорт Мишкин недостоверен, а чипа и клейма у неё нет, и мы с ветеринаром решили, что ей примерно 2 года, когда она к нам попала, то я приняла решение, что день рождения Миши будет в день спасения, 8 февраля. Новая жизнь и день рождения. Так что 8 февраля Мишане, по нашим подсчетам, исполнится 3 годика где-то. Как-то раз мы распаковывали посылки, и Мишаня украла из посылки игрушку антистресс. Вот такая вот скромняга. Кстати, большая распаковка посылок на канале Magic Pets. Это не факт о Мишане, но это остаётся фактом. Вчера на моём канале Animagic вышло видео «Мои неловкие ситуации из жизни», самые стыдные просто истории. Обязательно посмотрите его, ссылочку я оставлю внизу в описании. И вот, когда я уже вернулась, она задала мне такой вопрос. Ань, а вообще собаки пукают? Весь вечер и всю ночь в комнате пахло так, как будто кто-то пукает. Но она этого не делала, по её словам. Кстати, сейчас я подумала, а вдруг это была она? Я уже научила Мишаню плавать. Сначала мы учились вместе в ванне, а потом она уже летом купалась со всеми на речке. У меня есть вот такая вот массажная рукавичка. И Миша очень любит, когда я ей делаю массаж. Она просто его обожает. Через некоторое время она реально может постепенно уснуть. Да, Миша? Теперь Миша знает, что такое лежанка и очень любит поспать именно в кроватке. А не как раньше она спала только почему-то на голом полу и не понимала, что такое лежанка. Но Миша любит закрытые домики. Она часто сидит в домике у киса Алисы внизу. И поэтому я купила вот такой вот домик рыбу, в которой можно уединиться, как в пещеру. Ну, каждому нужно своё личное пространство. Миша, когда попала ко мне, вообще ничего не умела. Она даже боялась дверей. Поэтому сейчас она уже многому научилась. Она теперь умеет заходить и выходить, и двери не боится. Идите сюда! Так что из-за своего плохого прошлого Мишка учится очень тяжело и медленно, в отличие от всех собак. Но всё равно у неё уже многое получается. Она уже умеет сидеть, лежать, давать лапу, разведку. Научилась просить, как Юмичу, только делает это намного быстрее. А ещё Мишаня от Юмичу научилась лизаться. Я приучила Мишку к одежде и улице, и теперь она со всеми прекрасно гуляет. Хотя до этого она очень боялась улицы и не умела ходить в одежде. С киской Алиской Мишка ладит. Иногда Алиска играет с её хвостиком, но у них такие как бы ровные отношения. Не то, что у киса Алисы с Юмичу. Мишанька очень любит спать со всеми и со мной в кровати. Она спит обычно у меня под мышкой, но потом ей становится жарко, потому что она пушистая, и она уходит в ноги. Я до сих пор приучаю Мишу к игрушкам. Так как она не знала, что это такое, приучить её к ним достаточно тяжело. И сейчас в основном она их просто грызёт, разгрызает, их уничтожает. И ещё иногда играет с маленькими мячиками. Мишаня до сих пор боится громких звуков и резких движений. И вообще она такая Мишка-трусишка, боится всего, чего не знает. Ну, в принципе, это нормально, но когда она ко мне попала, она не знала вообще ничего. Поэтому, по сути, нам всему приходится учиться заново, и это уже длится достаточно долго. Но зато Мишаня уже, как и все, сама умеет подходить и просить ласки. Она прям лапкой вот так вот теребит, чтобы её погладили. Я считаю, что Миша собака-интроверт. Она многое делает, что делают Софи и Юми, но всё-таки она больше похожа на Эйвана по характеру. Она и дружит с ним лучше, и они всё время вместе спят. Поэтому они и стали на канале Magic Fats как бы мужем и женой. Потому что они действительно подходят друг к другу. Теперь, когда я прихожу домой, Мишаня меня встречает вместе со всеми животными. Но раньше она даже боялась выходить. А ещё это удивительный факт, который, возможно, шокирует просто-напросто всех наших подписчиков. Миша единственная гавкающая собака. То есть она реально лает на дверь, когда слышит там какие-то шорохи. И я до сих пор не могу её от этого отучить. Миша очень добрая и ласковая собака. А ещё она самая скромная, когда дело не касается еды. Когда она чует корм, Мишина скромность улетучивается. Миша за это время научилась очень многому. Она приучилась к туалету, знает, что такое пелёнка и улица, поводок, ошейник. Как нужно вести себя, когда чистят зубки, купаться, ботиночки, ездить на машине, в переноске и так далее. Первое время, когда Миша попала к нам, она всё время что-то грызла. Но так как я не привыкла, что мои собаки грызут, я везде оставляю свои вещи. И в итоге я один раз обнаружила сгрызанную ручку. Потом через время сгрызанную свою заколку, через время сгрызанные очки и поняла, что что-то идёт не так и нужно её отучать грызть. Я придумала такой способ. Я дала ей игрушки, похожие на те предметы, которые ей нравятся. То есть вытянутые, длинные и твёрдые. И она начала грызть их. И таким образом отучилась грызть другие вещи. Да, Мишаня? Я считаю, что Мишанька очень изменилась с тех пор, как попала к нам. Если вы посмотрите первые ролики, вы заметите, какая она была странная. Она всё время сидела где-нибудь в углу и могла просто упереться взглядом в стенку и непонятно, что там было в её голове. Сейчас она намного более активна и делает почти всё, что делают остальные мои собаки. Особенно это заметно на канале, где они ведут свой видеоблог Magic Pets. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И вы обязательно поставите ему лайк и напишите что-нибудь интересное в комментариях. И скоро увидимся в новых роликах. Пока! До...